Всем привет! Меня зовут Кирилл Владов, если вы еще не знаете, как меня зовут. Я никогда не думал, что буду записывать такое видео. Точнее, я думал, что буду записывать такое видео, но я надеялся, что все-таки не придется. Ну, как бы сказать, просто особо не с кем сейчас поделиться, потому что, не знаю, это какой-то сумасшедший период, и все просто далеко очень. Вот, сейчас, к слову, 2 часа ночи. Прикольно я сделал освещение такое, лампочки, как будто день сейчас на улице. Вот. Очень тяжелая история, ну, короче, сейчас скажу сразу. Я не думал, что такое может со мной произойти, то есть, как бы, может произойти со всеми, ну, я думал, что я себя оградил от этого, и что у меня такого не произойдет. Как и сказается, я очень сильно ошибался. Вот. Как бы, вода кралась беда ко мне, как сказать, откуда не ждал. Очень печально, на самом деле, но я думаю, что после такого, как бы, уже ничего не страшно, и главное это перейти, перешагнуть и идти дальше. Просто моя подруга хорошая, как казалось. Я считаю это предательством. Я не знаю, кто меня может переубудить. Я надеюсь, что найдутся люди, которые смогут меня переубудить, но... Я не знаю, как это по-другому еще назвать. То есть... Чтобы вы понимали... Моя подруга, бывшая, походу, приняла сторону новых друзей. То есть, знаете, поговорка или пословица, что не имея сто рублей... Ой, нет, стоп, это другая. Один, один друг лучше старых... Один старый друг лучше двух новых. Вот. И тут вот, кстати, пословица работает прям сто процентов точная копия. Все так же, да. Двое. Двое новых. Чтобы вы так понимали, я сейчас сидел и себе спокойненько, да, уже отойдя от всех драматических событий спокойно себе уже настраивался на восьмой сон, да, настраивался на светлое будущее. Как я вот понял, собирался вообще снимать видео про то, какие нужно цели ставить перед собой, впереди, какие нужно делать утверждения. На листочке себе написал, что мне нужно достичь, да, чтобы это видеть, постоянно идти это. И вообще хотел еще вот снять видео, чтобы это все озвучить, чтобы видно было, куда направляться, что мне нужно, чтобы люди услышали, что я хочу, чтобы, может быть, у кого-то совпали какие-то желания, да, и мы нашли друг друга. Вот. Но сижу я уже вот сейчас реально два часа ночи, сижу и вижу прекрасную сториз, как... как она гуляет с прекрасными новыми друзьями, новыми друзьями по ночному Манхэттену и по дневному, как еще выяснилось из более поздних сториз, которые я не смотрел. Вот. Все-таки единственная вещь, которую я могу сказать, что Инстаграм это реально сильная, сильная штука. Я не устаю повторять эти слова на протяжении уже очень многих лет, наверное, уже лет шесть, сколько Инстаграм изобрели, не знаю, вот столько лет прошло, столько я постоянно и говорю, что Инстаграм это вот мощь реально. Вы можете любить Инстаграм, не любить, но то, что Инстаграм что-то делает в твоей жизни это сто процентов. Он может делать что-то плохое, может делать что-то хорошее, но... Это очень, короче, сильная штука. Ну, в общем, что я могу сказать? Что это очень хреновая ситуация. Мне ничего не сказала. Нет, чтобы сказать, вот, я иду гулять, типа, не хочешь с нами, или просто даже не надо было меня звать. Просто зачем это все скрывать, шифроваться. Я реально... Давайте я не буду об этом, в плане я не буду рассказывать, что произошло и как. Просто скажу, что дружба, это, конечно, очень великая вещь. В молодости вы реально можете как-то сгинаться, да? Поэтому завести дружбу в молодости намного проще. Когда вы, типа, становитесь старше, у вас, как это, толерантность, да? Вы... Ухудшается, вы не можете изгибаться под людей, под них подстраиваться. Вы уже чувствуете, что вы не кусок дерьма, вам уже, простите, там не пять лет, чтобы, да? Там, типа, плюнуть на это и пройти дальше. На самом деле подтверждается, да, я, ну, себя не на помойке, простите, нашел. Это же не первая такая ситуация. И мне 26 лет все-таки, да. Уже взрослый мальчик, да, вон таки... Вот, если вы не хотите со мной честно, я очень вот... Я реально... Меня, кто знает лично, знает, что я очень добрый человек и... Я так понимаю, что друзья вообще должны быть истинные, хорошие люди, с которыми можно в огонь в воду. Но сейчас, мне кажется, в 21 веке, когда есть интернет, когда у нас такое общение, знаете, там, привет, пока, можно там годами не общаться, а потом написать какую-то смс-ку. Сейчас с дружбой намного сложнее. Мне кажется, сейчас... Вот реально, у меня сам... Ну, я не знаю, со школы, да, началось, что ей, в принципе, как бы непонятно было, некого было назвать друзьями. Ну, то есть, в школе это, ну, одноклассники, да, или кто там... Типа соседи по школе, одношкольники. А потом все старше становишься такие, ну, однокурсники. А вот, чтобы прям друзей, это очень сложно назвать кого-то так. Постоянно говоришь, ну, типа, вот мы там со знакомыми встретились, да, знакомые, коллеги и так далее. А друзья... Я не могу назвать человека, с которым мы просто, знаете, погуляли немножечко, назвать их друзьями. Нет, типа, пару раз это, ну, приятели. Ну, ну, вот, как бы сказать, у моей категории людей друзей должно быть, ну, типа, немного. Типа, ну, пять человек, я думаю, вот это те друзья, с которыми вы постоянно видите, вы с ними там все обсуждаете. Не может быть один человек, кстати, для всего. То есть, друзей должно быть несколько. Вы не можете обсуждать все абсолютно темы с одним другом. Это так не работает. Вот, поэтому друзей может быть несколько и они должны быть реально крепкие, чтобы... Просто не могу. Too much stress, you know. Как можно было так вот взять? Протусить весь день? Мне ни слова не сказать, причем параллельно общаться со мной, вообще абсолютно посторонние вещи. Почему? Почему? Чем я... Что я провинился? Почему я должен страдать? Весело. Это сейчас я такой спокойный на камере. Вы не видели, что было до этого, минут пять назад. И что еще будет после, как я выключу камеру. Вот. но... Спасибо за инфоповод, да, мне хотя бы есть что снимать людям, что показать, что я не мертвый, да, что я живой человек, я тоже могу как-то реагировать. Это очень печально, я... и хочется же ведь простить это все забыть, но, блин, ну это просто по-самому больному. Типа, это практически измена. И мне сейчас будут, вот сто процентов, мне сейчас будут говорить, ты что, Кирилл, типа, ты думаешь, с вашей башкой, это было не так, это было вот так, типа, о чем ты вообще думаешь, это вообще не та ситуация, типа. Причем не оправдываться будут, а, ну, говоришь, типа, Кирилл, типа, свои мозги поверни, типа, даже ничего не было, типа, типа, я, типа, свободный человек, я могу делать все, что я хочу. Все, что я хочу, то я буду, типа, делать. Короче, я пытался какую-то всю ситуацию... Блядь, суки. Реально, вот, эту ситуацию с этими всеми жуткими сплетнями про меня, начиная еще со Флориды, я ее старался обойти, типа, пофиг вообще посрать на это, это левые люди, мы с ними больше не увидимся, окей, проехали, забыли. Но когда люди, тебя, лицемерная Америка, охрененно вообще обожаю, когда тебя, друзья твои, с которыми ты уже, как бы, не один месяц знаком, да, и не два, и не три, и не четыре, и не пять, я так могу дальше подчислять, которыми вы знакомы, и вроде как, да, тебя, друзья, вроде как, должны поддерживать, но нет. Они тебе делают вид, что все, типа, нормально, а потом говорят, что нифига не нормально, и идут гулять на Манхэттен, даже ни слова просто. Ладно, спасибо вам большое, что меня выслушали, мне реально надо было выговориться, а для чего я сделал это видео? Для того, чтобы выговориться, да, и сейчас просто дать некоторым личностям информацию для размышления, что я сейчас эту ситуацию переживу, но я такие вещи реально не прощаю. Я не могу такое простить просто так. Просто так я такое простить не могу. Мне нужно очень много времени на это, потому что это мне пиздец как ранит. Просто так не получится. И вы можете обижаться, не обижаться, но я просто не могу так общаться с людьми, которые мне просто нож прям в сердце. Даже не в сердце, а со спины. Как мне сказали, ты делаешь драму, ты делаешь драму, мне сказали, вы прикиньте, я делаю драму. Мать вашу, если у меня такие переживания и чувства, я ничего специально не делаю, зачем мне это себя накручивать? Если я себя так чувствую, значит у меня драма. Это значит вы бессердечные, не можете ничего нормально принимать. Серьезно. Bullshit. Окей, я это переживу, я пройду, пройду, забуду, мне опять в балансе еще чуть-чуть больше времени, чем обычно, к сожалению. В это все промежуток времени очень сложно как-то чем-то себя сконцентрировать и занять, но я постараюсь очень сильно и, поверьте, я найду силы двигаться дальше. Но когда я выйду, я не думаю, что мы будем общаться еще. Сейчас я очень раним, как бы это ни звучало, но потом, когда уже мне будет обо всем по барабану, я буду трезво рассуждать о произошедшем со стороны. Я не думаю, что я сделаю какой-то выбор в вашу пользу. Мне все. Спасибо большое, что вы слышали это ужасное видео просто. Не знаю. Мне за него, мне кажется, стыдно. Хотя чего стыдиться, не знаю. если я захотел такое видео выложить, почему нет? Я могу. Все, что я всегда говорю, все, что в моем инстаграме выложено, я уже тысячу раз подумал, выложить это или нет. Поэтому, если вы это видео видите, значит, я на данном моменте о моей жизни принял решение его выложить. Какие будут последствия, посмотрим. Ну, просто молчать, знаете, тоже. Все в себя, постоянно в себя, в себя. Нет. не надо. Не держите все в себе, это потом накапливает стресс, нервы, и вы потом умрете быстро. Всем хорошего дня, вечера и так далее. Хочется обняться, но не с кем. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok